Сегодня в Кремле чествовали хоккеистов Динамо, завоевавших Кубок России, старейший трофей страны. Это лишь второй подобный успех в истории команды, и сами спортсмены обещают, что не последний. За награждением наблюдал наш Евгений Евневич. Кубок Динамовцы Казани завоевали еще неделю назад, но плотный календарь позволил привезти трофей в столицу Татарстана лишь в прошлую субботу. Два дня побыть спортсменом разрешили с семьей и вновь в тренировке. Но прежде чествование в Кремле. Награды победителям вручал президент республики. Это большая победа для нашей столицы. Я думаю, что вот такими победами мы должны радовать. И вот после наших больших событий, университет, вот такие победы нужны. В решающем матче за Кубок России Динамо не оставила шансов Сипсельмашу. 3-0. Но главный поединок состоялся все-таки в полуфинале против столичных одноклубников. Казанские хоккеисты сумели обыграть сильнейшую команду планеты. Заодно и отомстив за обидное поражение в главном поединке мирового первенства. В блестящем стиле ребята просто выиграли этот Кубок. И всем было ясно, что полуфинал фактически это был финал. Молодцы ребята, просто молодцы. Я за них очень рад. Этот трофей для России уникальный. Он самый старый. Вокруг него немало легенд. Так, за этот Кубок всеми спортивными и не только способами сражались в свое время. Лаврентий Берия и Василий Сталин. Первый курировал столичные Динамо, второй ЦДКА. Чаша успела побывать в руках и того, и другого. А это и есть тот самый Кубок России. Впервые его разыграли в далеком 1937 году. Тогда победителем стала тоже Динамо, правда московская. И с тех пор имена всех команд победительниц гравируют на этом трофее имя казанского Динамо, упомянуто здесь два раза. Важен этот трофей для казанцев и тем, что команда в этом межсезонье обновилась. Белоголубых вновь возглавил самый именитый отечественный специалист хоккея Владимир Янко. Именно он приводил динамовцев к победе в чемпионате в 2011. Та же цель стоит и в этом году. Евгений Вневич, Ленар Хабибуллин. Вести, Татарстан.